Привет! Я сначала расскажу про инструмент, с которым работаю, а потом про саму полировку. И все тайм-коды я обязательно оставлю в первом комментарии. Для полировки я использую Dremel 4000. Это вообще шикарный универсальный инструмент. И я заказала его себе на Новый год в 2012 году. Чтобы вы понимали, я тогда еще училась в школе. И мне очень хотелось заниматься гравировкой по дереву. Вот такие штуки я делала. А никто из моих друзей не знал, что такое Dremel, и все считали, что я дрель сказала на Новый год. По дереву, к слову, я гравировала в итоге совсем чуть-чуть, но этот инструмент не раз выручал меня в разных проектах дальше, и для меня сейчас он незаменим. Здесь есть гибкий вал, которым удобнее работать, потому что от основного очень устает запястье. Он очень тяжелый, и держать его как ручку для запястья – это большая нагрузка. К нему есть куча разных насадочек и примочек, как оригинальных, так и с Алиэкспресса. Вот эти, например, у меня оттуда, но к качествам они явно хуже, чем те, которые от самого Dremel. Мне также прислали на обзор трехтысячный Dremel вот в таком ящике. И здесь есть специальная насадка, чтобы выпиливать круги. И это крутая вещь для тех, кто любит заниматься резинартом, потому что можно довольно просто настругать себе кружочков из фанеры разных диаметров. Коробочка с насадками здесь вот такая. И вообще комплектацию всегда надо уточнять при покупке, потому что есть разные наборы, и от комплектации зависит стоимость, что вполне логично. А, кстати, вот эти резаки я тоже покупала на Алиэкспрессе, потому что от Dremel именно таких нету. Есть вот такой диск для дерева, но он довольно широкий, и я этот весь стесала уже в край. Его на самом деле надо выкидывать. Эти тоже расходуются довольно быстро, но они очень тоненькие, и мне для работы отлично подходят. В трехтысячном точно такой же гибкий вал, инструкция, и давайте сравним его с четырехтысячным. В трехтысячном поменьше и полегче. Они по-разному включаются. У трехтысячного сразу выставляются обороты от двух до десяти тысяч, а вот у модели побольше отдельно идут кнопка включения и колесико для выставления оборотов от пяти до тридцати пяти тысяч. Но я обычно работаю на 15-20, потому что больше я включать побаиваюсь чуть-чуть. Кстати, именно этот момент мне не понравился в трехтысячном, но, возможно, это просто дело привычки у меня, потому что на своем инструменте я привыкла выключить его, ну, то есть я выключила, и все, в одну сторону, там нет вариантов, в какую сторону выключать. А здесь я хотела его выключить, но вместо этого включила 10 тысяч оборотов, и он у меня такой в руке, и я очень испугалась. Но, опять же, повторюсь, если вы изначально работаете с трехтысячным инструментом, то вполне вероятно, что вы прекрасно будете знать, в какую сторону выключать, а я это делала на автомате, как привыкла у себя на инструменте. У меня есть видео, которое я сняла еще в декабре, по-моему, надо поисторим в архиве в инстаграме посмотреть, потому что я там выставляла кусочек, которые я все никак не озвучу. И, в общем, в этом видео у меня смола пролилась на мои палеты, и заготовки прилипли намертво к палетам. Одну я только так смогла отодрать, а вот вторая держится вообще очень-очень крепко. С первой, значит, и буду работать. Вот такие насадки от производителя неудобны для полировки плоских поверхностей. Они крепятся вот так по центру, и это очень неудобно. Поэтому я купила вот такую насадку для полировки. Они есть большие для шуруповерта, а эти подходят для граверов. И, собственно, наждачка разной зернистости, которая приклеивается к кругу. При полировке изделий из эпоксидной смолы очень-очень-очень-очень важно использовать средства защиты для глаз и дыхательных путей. И также рекомендуется использовать воду, потому что она уменьшает количество пыли, и плюс заготовки не перегреваются от трения с наждачкой. Грубой шкуркой я снимаю основную часть вместе с деревяшкой. И вот смотрите, почему важно использовать очки. Эта вода с эпоксидной пылью могла бы быть у меня в глазах. Я выровняла поверхность. Только что-то у меня не получается это нормально показать на камере. Что-то я разучилась снимать. Вот, с телефона вам должно быть четко видно. Меняю эту шкурку на более мелкую. Я беру 600, 800, 1000, 1500, 2000 и 2500. От кого-то я слышала, что только так, постепенно переходя к более мелкой шкурке, можно достичь идеально глянцевого результата. Ну, надо будет еще полиролечкой финальнуть. Но в то же время, кто-то из моих друзей говорил, что делают там буквально 600, 1000, 2500, грубо говоря. Ну, то есть они не делают такого постепенного перехода кучей шкурок. И, типа, тоже у них все хорошо получается. Я такие большие ступеньки делать не пробовала, потому что считаю, что, ну, если уж делать, если уж браться за полировку, то полировать надо хорошо. У вас, возможно, возник вопрос, не боюсь ли я за пальцы. Нет, конкретно в данном случае я ни разу не травмировалась. Палец просто отскакивает сразу от диска. Хотя маникюр один раз я чуть не испортила, но с подушечками пальцев у меня ничего не случалось. Каждый отвечает за свою безопасность сам, поэтому, работая с тем или иным инструментом, будь то дремель или что-то другое, всегда грамотно расценивайте риски и думайте о своей безопасности. Полировать нужно на небольших оборотах, иначе из-за трения изделия могут испортиться. Надеваю, наконец, последнюю шкурку. И да, не забывайте периодически окунать изделие в воду. Видите, сколько там уже белой пыли. И вот что в итоге у меня получилось. Не особо, наверное, опять вам видно. Покажу лучше вам финальный результат. В завершение изделия надо отполировать. Я беру для этого полировочную губку. Она, наверное, для фар и полироль, которая точно для фар. Полироли надо буквально капельку. Расход у нее очень небольшой. Не вот такую капельку. Такое количество полироли разлетится во все стороны от центрифужной силы. Я попыталась собрать это обратно, но это было уже сложно. Поэтому я попробовала втереть полироль в губку. Но меня это не спасло. Точнее, меня спасли защитные очки. А вот камеру пришлось мыть. Натираю до блеска изделия. И вуаля! У кого-то из вас может возникнуть вопрос, почему дремель, а не шуруповерт. И если нет ни того, ни другого, если есть желание и возможность, то что покупать? Шуруповерт это шуруповерт. И это вещь полезная. Но дремель это многофункциональный инструмент, который может и разрезать любой материал, и просверлить дырку в любом материале. И гравером он может быть, и фрезой он может быть. И он может выполнять очень много разных функций в зависимости от того, какие у вас насадки. То есть, благодаря тому, что можно выставлять разные обороты. Благодаря широкому ассортименту насадок, гравер, по сути, любой, не только дремель, бурмашинка, может помогать не только в творчестве, но и быть полезной в быту. Как один универсальный инструмент. Покупать тот или иной гравер на Алиэкспрессе я бы вам не советовала, потому что это не какой-то чехол для телефона, и даже не сам телефон, и не какой-то материал для творчества. Это серьезный инструмент, который может быть в том числе опасен. И если вдруг... Надо брать во внимание такие ситуации. У человека во время работы с инструментом что-то случается по вине производителя. То есть, если человек выполняет технику безопасности, если человек следит за состоянием самого инструмента, потому что если он грязный, то вот эта пыль от работы, попадая внутрь, она может нарушать работу механизма. И если вдруг что-то случится, то кому человек этот будет предъявлять претензии, если он купил это на Алиэкспрессе? Но это мое мнение, а вы уже смотрите сами и поступайте в зависимости от ваших убеждений. Дремель или маникюрный аппарат, по сути, и то, и то крутится. И там, и там есть насадки, и цена, кстати, порой не сильно отличается. Здесь надо смотреть исходя из мощности, которая вам нужна, то есть количество оборотов, в зависимости от того, что вы хотите делать, снимать покрытие или пилить, или и то, и то, потому что пилить можно и на низких оборотах, просто это будет медленнее. Думаю, нужно еще смотреть, я просто не интересовалась этим вопросом, на диаметр насадок подходят ли насадки для граверов, которые, как инструменты, для маникюрных бормашинок, хотя, думаю, да, но все равно обратите на это внимание, если вы вдруг надумаете брать именно маникюрную бормашинку. У Дремеля, кстати, есть маленький гравер, он буквально как ручка, по-моему, так и называется. И я бы хотела его, на самом деле, попробовать, чтобы вам про него рассказать, потому что, возможно, в нашем с вами случае, ну, кто занимается таким творчеством, это самый оптимальный инструмент, потому что им можно будет, наверняка, я очень хочу попробовать, но еще не видела его вживую, можно будет просверлить и дырочки в украшениях, там, под штифты, и отполировать, и, может быть, что-то отрезать и разрезать. Можно ли полировать вручную без всех этих инструментов? Да, и я сама какое-то время так делала, это просто занимает больше времени. Для этого нужно купить все те же шкурки, я беру в Leroy Merlin, например, да и, я думаю, они есть в любом строительном магазине. И точно так же берете воду, садитесь и туда-сюда к эти изделиям по шкурке, переходя от крупной к мелкой, не забывая про воду. И обязательно, обязательно используйте защиту дыхательных путей. Я не бралась ни разу за сферы, и не сильно горю желанием, потому что, во-первых, и так, есть мастера, у которых это шикарно получается, а во-вторых, полировать их вручную, я не понимаю. Может быть, просто потому что я не пробовала, и это замкнутый круг, но я не понимаю, как можно отполировать настолько идеальные шары вручную. Мне кажется, для этого надо столько сил и труда. Вроде все, что хотела, я рассказала, и на самом деле, я никогда особо не углублялась в вопрос полировки изделий, потому что мне не нравится этот грязный и муторный процесс, и я всегда стараюсь его избегать. И это одна из причин, почему я так долго, точнее, это основная причина, почему я так долго откладывала это видео. Пишите в комментариях, как полируете вы, если вы этим занимаетесь, потому что не исключено, что есть куча вариантов делать это проще, а я просто об этом не знаю, потому что я не могу все знать. И мы же здесь с вами для того, чтобы делиться опытом, поэтому вполне вероятно, что кто-то из вас может помочь и мне для будущих проектов. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока! Продолжение следует...